всем привет который волосы килл джой рыжик еле-еле его видно опиночка где-то там наткнулся на канал с анимациями по сцп детектив void самое первое видео начну естественно с него про сцп 1007 вирус нитши я знаю про объект но давайте посмотрим по ходу будем обсуждать погнали ранним утром находясь на посту в одной зон фонда с теперь вы слышите вой сирены она сообщает об опасности необходимости эвакуации это крайне пугающе поскольку фонде содержатся смертельно опасные аномальные объекты другими работниками вы бежите к обозначенным для эвакуации выходом открывая дверь вы млеете от ужаса там всех встречают несколько сотрудников полных защитных костюмах вы спрашиваете из них что происходит и получаете ответ риск заражения scp 1007 ru мог выбраться на волю пока вам везет потому что руководство зоны приняло решение поместить сотрудников на 6 часовой карантин проходя стерилизующий душ вы вспоминаете все что во время подготовки слышали об объекте scp 1007 ru он же вирус нитши возможно сегодня вам придется столкнуться с ним и хорошо было бы после этого выжить вирус крайне опасен и может стать причиной массовых разрушений смертей и других пока неизвестных объекты тут часть объектов фонда часть это из поп-культуры ирина головы пришельцы хрен знает кто это и по-моему бесконечная лестница флендермен это как ее телефонная такая это мистер рыба это хрен знает кто-то какой-то объект наверное от это этот как же его темной доктор до последствий он был обнаружен и изолирован сотрудниками зоны 7 где в данный момент и содержится scp 1007 относится классу кеттер то есть наиболее опасный камеру вируса нитши должна оставаться герметичной чтобы обеспечить такой уровень защиты вход в помещение осуществляется через систему из трех шлюзов сотрудник входящий в камеру scp 1007 также обязаны использовать защитный костюм полного цикла после контакта с объектом следует пройти стерилизующий душ и провести в карантине 6 часов об этом вы теперь знаете не понаслышке но вам очень не хочется лично узнать о том что случится если у персонала появятся признаки заражения в таком случае протокол требует провести немедленную автаназию останки человека кремировать вероятность побега scp 1007 приравнивается к событию повышенной опасности согласно протоколу камеры содержания вируса близлежащие помещения и территории подвергаются стерилизации в этом случае используется обработка сверхвысокими температурами scp 1007 является неизвестным современной науки типом вируса его влияние на гони странно конечно если как он может сбежать то есть сам там по себе он не способен он никак насколько помню с объекта он никак не влияет на окружение не плавит не знаю защитную вот этот камеру не вот этот где он находится контейнер никак на него не влияет ну разное случается из необратимо и требует обязательной нейтрализации зараженного от момента контакта с патогеном до проявления симптомов происходит от двух до четырех часов вирус нитше способен проникнуть в организм воздушно-капельным или контактным путем заразными становятся также кровь под слезы и другие жидкости выделяемые инфицированным существом против него называет ступенчатую мутацию нейронов живого организма эти изменения становятся причиной экспоненциального роста болевого порогу зараженного то есть скорость роста показателя увеличивается пропорционально его значению мутация проходит поэтапно по одному и тому же сценарию сразу после попадания в организм вирус быстро распространяется инфицирует головной мозг и центральную нервную систему затем у зараженного существа начинается сильный приступ боли который приводит к болевому шоку и потере сознания специалисты фонда считают этот момент началом развития болезни сейчас ведутся исследования для временной нейтрализации вируса и выведения его из организма до наступления этой фазы вероятно такой механизм позволит спасти субъект от смерти положительных результатов исследования пока не далее проведя несколько минут еще на не носитель вируса не ходит в себя во время первого этапа болезни зараженный чувствует себя абсолютно нормально на протяжении следующих 48 иногда 108 часов при этом он не замечает в своем организме никаких изменений затем зараженный начинает ощущать сильную нарастающую боль эта фаза получила название период активности каждый раз он длится примерно 36 часов в некий пиковый момент субъект теряет сознание механизм этого периода пока ответ пожалуйста вирус неизвестным образом воздействует на сенсорные нейроны ноцецепторы которые активируются только болевым раздражителем при этом порог переносимости боли зараженного существа возрастает когда приходит в себя измененным нейронам необходимо время на некую адаптацию после ее завершения вирус запускает процесс проверки функционирования обновленных нацецепторов в этот момент у инфицированного существа начинается период активности когда боль доходит до граничных показателей текущего порога переносимости нервная система перегружается и субъект теряет сознание весь цикл повторяется заново с каждым этапом период адаптации нейронов до новых настроек и порог переносимости боли увеличиваются экспоненциально период активности зараженный испытывает боль которая доходит до граничных показателей его текущего цикла перед переходом на новый уровень боль может на некую мизерную долю даже превысить этот порог вероятно в этот момент запускается финальный процесс перехода на следующий этап все попытки снять возникающую боль препаратами в том числе наркотическими гипнозом или другими способами провалились оказалось что вирус создает собственную от рецепторов к мозгу фактически дублируя нервную систему существа выяснить механизм действия вторичной нервной системы пока не удалось известные препараты не производит на нее никакого эффекта более того в период активности вирус поддерживает тело во включенном состоянии до его завершения субъект даже не может потерять сознание продолжительность периода активности не зависит от стадии на которой находится вода это супер страшный вирус то есть ты какой-то толкие часы не можешь потерять сознание испытываешь боль постоянную ужасную боль он даже не можешь нормально умереть плане именно от боли видимо что боль доходит до граничного какого-то граничного порога ты теряешь сознание все начинается по новой не знаю почему правда может ли сердце отказать от постоянных таких перегрузок например инфицированный этот факт также говорит в пользу того что вирус проводит некую плановую проверку внесенных ним модификаций количество таких перезагрузок неизвестно вероятно она стремится к бесконечности во время экспериментов первой серии ни один из инфицированных не пережил шестую стадию единожды подопытная криса перешла на 9 цикл авторы эксперимента решили умертвить ее опасаясь возможных последствий дальнейших переходов несмотря на повышение переносимости боли сам организм инфицированного существа остается практически без изменений именно боль служит сигналом о механическом повреждении тела во время инфицирования scp 1007 этот механизм не работает основной целью изучения зараженных была именно граница переносимости боли поэтому многие подопытные погибали во время экспериментов от физических повреждений подробности большинства исследований засекречены известно что подопытным применялись все возможные способы пыта к увечий даже во время самых жутких из них субъекты оставали в сознании при этом максимальную боль они ощущали в период активной фазы и только в уцелевших частях тела инфицированные оставались в памяти вплоть до смерти из-за критической потери крови или значительных повреждений головного и спинного мозга изучение scp 1007 привлекался персонал класса d так называемый расходный материал некоторые из них не знали о заражении во время одного из исследований подопытный узнал об эксперименте вступив в активную фазу спустя два часа и почти 18 минут с момента заражения опыт курировал руководитель проекта доктор лугинин и его ассистент старший научный сотрудник комов испытуемый сообщил о сильных болях сердца головы и желудка кожи а также костей и зубов во время первого цикла он сознался в убийстве и изнасилованиях а также умолял прекратить боль вплоть до момента потери сознания спустя три минуты подопытный пришел в себя с симптомами амнезии крайняя жестокость проводимых экспериментов и ряд других причин привлекли внимание совета смотрители фонда к вирусу ницше совет запретил опыты в которых зараженному человеку необходимо переходить до шестого цикла на возражение ученых член совета о да еще этот опять решили запретить но есть же еще в сцп фонде есть комитет этики они тоже она должны обращать на такое внимание 54 предложил им попробовать сперва вообразить себе такую боль также все опыты должен был санкционировать лично совет известно что спустя некоторое время руководитель исследования scp 1007 доктор лугинин потребовал у совета смотрителей прекращения экспериментов и уничтожения объекта он назвал вирус ницше дьявольским изобретением в опять настаивали на продолжение опытов для поиска средства устранения активной фазы это позволило бы использующие ницше в целях фонда и человечества с его помощью можно было бы создать класс особо эффективного персонала они могли бы работать слишком опасных для других сотрудников условиях фонд мог бы выйти на новый уровень работы с некоторыми объектами не говоря уже о специальных опер группах доктор лугинин выразил свое недовольство решением совета за что был отстранен от участия в проекте вместо него изучение объектом продолжим младший научный сотрудник ну не знаю это как-то спорно звучит устранить все таки человек будет чувствовать боль но не терять сознание и мне не хватает на это фантазии ума типа человек чувствует боль но не теряя сознание от всяких там повреждений так далее от пыток но он же чувствую все равно боль уху его будет если использовать такой измененный вирус ницше можно сказать у тебя все равно же будет терять кровь там если она будет на работ на каких-то объектах не комов ранее он был заподозрен садизме из-за наблюдения за развитием вируса ницше до 6 стадии но психиатрический осмотр ученого это диагноз не подтвердил позже комов смог получить разрешение на опыты с участием людей до 9 стадии включительно вспоминая все это во время 6 часового карантина вы понимаете что победить scp 1007 вы вряд ли сможете особенно если вы уже инфицированы но можно попробовать выжить и перейти на девятую стадию или дальше потенциально эти стать сверхчеловеком с аномальным компаньоном вирусом ницше как том харди и веном в одноименном фильме вместо дополнительных пыток перед активной фазой можно попытаться подготовить тело к ее наступлению фонт сипи обладает передовыми технологиями и секретными разработками поэтому можно рассчитывать что в его арсенале найдется бокс жидкостного дыхания ближе к наступлению активной фазы инфицированного то есть вас следует поместить в контейнер ваши легкие заполняются раствором насыщенным кислородом на основе перфтоуглеродных соединений внутримышечно и внутривенно будут вводиться миорелаксанты и комплекс витаминов эти манипуляции не помогут уменьшить ощущаемую боль но позволит телу пережить переход на каждую новую стадию хотя этот вариант не кажется особенно надежным высокая граница переносимости боли свойственно людям серьезными психическими оклонениями она наблюдается у шизофреников а также особей с маниакально депрессивными и суицидальными наклонностями вполне возможно на какой-то стадии заражения вирусом низшего решите уйти добровольно или чего хуже превратитесь психопата вы перестанете ощущать не только физическую боль но и сострадание раскаяние сопереживания еще один вариант использовать scp 291 разбирателя этот объект относится классу безопасных и может разобрать тело живого существа и собрать его обратно без негативных последствий при этом каждый отдельный орган может заменить на здоровый вас разберут оставив только мозг и соберут заново с новыми органами правда открытым остается вопрос обеспечения безопасности во время транспортировки зараженного вирусом низший субъекта к scp 291 и более важно устранение вируса из мозга где он собственно и базируется кроме того предполагается что scp 1007 имеет конечную цель модификации нервной системы инфицированного существа один из ученых фонда выразил мнение что вирус является неким механизмом который пытается создать подходящую оболочку для неизвестного носителя вирусы на самом деле не живые организмы в прямом понимании этого слова они не растут не перемещаются не питаются и не используют энергию у них отсутствует клеточное строение и собственный обмен веществ эти существа даже не могут самостоятельно воспроизводиться сами по себе ученые называют вирусы организмами на границе жизни и не могут объяснить их происхождение некоторые даже считают вирусы особой формы жизни а этом уже может намекать на инопланетное вторжение существует еще одна серьезная боли вот это да то есть ты приходишь на девятую стадию выше то что там учиться с телом интересно боль все выше порог боли все выше чем больше боли не знаю опасность из-за которой совет о 5 вероятнее всего уничтожит всех контактировавших с вирусом мутации главный механизм влияния сцепи 1007 на организм инфицированных это мутация нейронов но все известные науки вирусы сами отлично приспосабливаются к окружению мутируют и создают новые штаммы что если вирус нитши также совершенствуются таким образом в этот раз вам прошло очень хорошо зал сложный по истечении 6 часов на карантине вы возвращаетесь на свой пост даже после страха перед немыслимыми муками и эвтаназии вас не покидает одна мысль больше всего вас пугает что фонде могут работать люди вроде комова ученые готовы смотреть на пытки ради науки и получения выгоды или может scp 1007 ру не так прост почему работа доктора лугинина над этим объектом привлекла внимание высшего руководства фонда ведь не просто так они позволили вероятному садисту продолжать эксперименты на людях может быть вирус нитши все-таки несет угрозу вторжения неизвестной формы жизни пишите в комментариях что вы думали поводу не забудь помните все вероятно может произойти до прыжок вы его нет нет не верить он здесь вот сидит и бега рыжий и чуть-чуть поднялся поднялся вот вот интересно что происходит на 9 и выше фазе когда боль все выше и выше она может продолжаться бесконечно то есть или что или нейроны в конце концов мутируют и боль не будет ощущаться вообще никакая у человека будет некая синестезия мне вот что интересно тогда хороший объект оставляет простор для фантазии сейчас и некоторые недосказанности кстати насчет вирусов я и не знал что они такие на границе жизни не сами ничего не делают энергию не используют и сами даже размножаться не могут это прикольно хорошее видео детектива войда самое первое на его канале будем смотреть дальше ну а вы ставьте лайк подписан канал пишите свои комментарии по поводу реакции я ссылки писать на скорой встречи всем пока а 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